Ну давай же, я жду какую-нибудь легендарочку! Ииии... да! Всем привет, дорогие друзья, с вами Сноуфлайс, и сегодня мы проверим абсолютно все коды в Бравл Старсе, и посмотрим, какие из них окажутся рабочими, а какие просто обманом. Приятного вам просмотра! А перед началом этого видео я попрошу вас подписаться на мой канал, ведь это еще один бонусный способ, как получить легендарного бравлера. Я даже закреплю комментарий с тем человеком, которому после подписки выпала какая-нибудь легендарочка. А мы продолжаем. Для начала давайте разберемся, для чего вообще нужны коды в Бравл Старс. В самом начале игры коды использовались разработчиками для получения монет, гемов и новых бравлеров. Они нужны были им для проверки и тестирования на различные баги. На данный момент практически все коды удалены, потому что была изобретена вкладка почта, где разработчики отправляют своим аккаунтом новых бравлеров на проверку. Но возможно, какой-то код прошел мим разработчиков, и они забыли его удалить. Вот сейчас мы и попробуем их найти, а заодно и проверим те коды, которые дают нам ютуберы. Код, гив, ми, потом открываем скобочку, то есть кавычки, а где кавычки, вот, нет, не такие кавычки, вот такие вот. Дальше пишем название карты, мне нужен Леон, дальше мы буквами отрезаем, Леон, так сейчас, Леон, блин, где, где кавычки вторые? А вот, гив, миллион, закрываем, и все, и пишем сколько боев, ван батл, то есть там надо обязательно написать, после какого боя должно быть. Вот овел первый код, гив, ми, кроу, ван батл, который должен нам дать легендарного бравлера ворона, если мы сыграем и, главное, победим в одном матче в одиночном столкновении. Можно не занимать топ-1, но главное, получить плюс по кубкам. Также мы должны в настройках перевести Бравл Старс на английский язык. Думаю, все и так знают, где он находится. А сейчас мы пойдем в бой и проверим этот код. Итак, вот я занял топ-1, хотя можно было этого не делать, теперь выходим, и мы накопили 57 сундуков, из которых мы откроем только один, чтобы выбить себе ворона. Итак, зажимаем кулачки на ворона, и открываем, и нам падает 30 монеточек. Ну блин, еще Карл, Эль Прима, вау, 200 даблеров даже. Ну ничего удивительного, что нам не выпал ворон, потому что это был самый слабенький код, на который я мало рассчитывал, но впереди нас ждут настоящие монстры. Итак, давайте прочитаем, привет, Вов, я хочу тебе написать код, благодаря которому можно выбить любого перса. Сегодня мы с вами, ну я так понимаю, хотим легендар, потому что мифический нам уже выпадал. Я посмотрел одного неизвестного ютубера, он мне реально получилось выбить. Он пошел в захват к лицам, и потом зашел в клуб, и написал там такой код, и в общем-то это код. Вот, я, подписчика зовут Влад, Влад, спасибо тебе огромное за твой код. Дальше идет код GiveTheBrawlerFromBaleXFromBoxFreeBrawler. Вот такой вот достаточно большой код нам показывает автор на видео, но главное, что до того, как мы будем вводить этот код, нам нужно отыграть один матч в захват кристаллов, и совершенно без разницы, как вы отыграете этот матч. Я уже, как вы видите, поиграл в захват кристаллов, и могу смело вводить этот код. После этого мы заходим во вкладочку бойцы, и выбираем того бравлера, которого мы хотим получить, и испытываем его ровно 30 секунд. Я, например, выбрал себе Спайка. Итак, вот мы закончили тренировку, теперь выходим в лобби, и нам нужно открыть всего лишь-то один бесплатный ящик. Итак, ждем нового бравлера, ну... Блин, нам ничего опять не выпало. Значит, этот код тоже не работает. Привет, Фрис. Хотя у тебя же есть свой вроде, кстати, да, у меня есть еще что-то, свой коллуп. Потом, конечно же, он написал свой код, и самое главное поменять язык на японский, если точнее он находится над русским. И открываешь в боксе. Но знаешь, что шанс на выпадение 60%, лично мне и другу выпали леги, так что и удачи тебе. Следующий код на легендарного бравлера, GiveLegMeBoxOpenFree, если что, все эти коды можно найти в описании. Действует у нас только на японском языке, который находится в настройках чуть выше русского языка. Дальше мы должны испытать абсолютно любую легендарочку ровно 30 секунд. Так же, как и в прошлом коде, только сейчас я выберу Сэнди. Итак, вот я опять вышел с тренировки, теперь мы выходим в лобби и открываем всего лишь-то один маленький сундучок. И я теперь жду Сэнди, давай! И блин, опять нам ничего не выпало, да что же такое, коды не работают. На японском языке даже монет мало выпало. Я больше на этот язык никогда не вернусь. И начинаем писать код, который говорил подписчик. Кстати, ребят, этот же код будет в описании, да и в закрепленном комментарии. А если вы до сих пор не написали комментарий, то можете поставить сейчас на паузу и, конечно же, написать, какого вы себе бравлера хотите, чтобы он вам выпал. Ребят, на самом деле, эта вся фигня работает, поскольку мне просто реально очень многие писали о том, что Макс, я поставил колокольчик, поставил лайк, написал коммент, и мне выпал ворон. Я там то же самое проделал, только еще и подписался. Мне выпал там Фрэнк и так далее. Ребят, то есть, как вы видите, это все дело работает. Скриншотики у меня есть, поэтому, если вы хотите, я в следующем видосике смогу все это дело, в общем-то, вам вставить, и вы реально посмотрите, что все это дело работает. Ну, ребят, еще, кстати, кто следит за вкладкой сообщества, то все это дело я там тоже очень часто публикую. Ребят, если сегодня способ реально сработает, то я хочу поблагодарить Андрея Файзулина. Этот человек мне написал, в общем-то, код. Спасибо тебе. Increased Change for Getting New Brawler from Brawl Box. Вот так звучит наш следующий код, который, по идее, должен дать нам нового бравлера любой редкости. Для того, чтобы код работал, мы должны перейти на английский язык и накопить один большой и пять маленьких боксов. А дальше нужно отыграть один матч в одиночном столкновении и также получить плюс по кубкам. Итак, вот я получил плюс шесть кубков, то есть я фактически победил в этом матче. Теперь мы выходим и открываем один большой и пять маленьких ящиков очень быстро, как нам говорит автор видео. Итак, давайте откроем большой ящичек. И нам тут ничего не падает, жалко. Итак, маленькие ящички, еще осталось четыре штучки. Я жду Легу или Мифика. Ну, давай-давай, еще две. И последний. Блин, ничего не падает. Давайте дадим им еще один шанс. И тут тоже ничего не падает. Но автор, я, конечно, все понимаю, но чтобы написать такой огромный неработающий код, это нужно очень постараться. Блин. Потом берем, значит, пишем вот так слэш. Потом, ребят, обязательно запоминайте сейчас. Open. Нижнее подчеркивание. Потом бокс. Бокс. После этого мы пишем, мы хотим себе персонажа. Либо же это какой-нибудь там, ну, допустим, например, я хочу легендарку. Значит, я пишу легендари. Смотрите, ребят, я пишу легендари. Так, стоп, легендари. После этого в скобочках, какого персонажа я хочу. Так, значит, с большой буквы мы пишем Леон. Вот так вот. Значит, потом закрываем скобку. Опять нижнее подчеркивание. И после этого пишу Шотдаун, ребята. После катки это я, получается, открываю любой сундук, и мне выпадает оттуда Леон. Ну, по идее. Как описано на этом сайте. В общем-то, ребят, смотрите. После этого мы закрываем слэш, еще один ставим. И все, после этого мы отправляем. Open box legendary spike showdown. Автор указал в скобках Леон, я же написал спайка, так как Леон у меня попросту имеется. И так же, как и в остальных случаях, нам нужно получить плюс по кубкам в одиночном столкновении. Но самое главное, это перевести Бравл Старс на китайский язык. Если что, он находится в настройках чуть левее японского языка. Вот я с первого раза занял топ-1, и сейчас мы выходим и открываем один обычный ящик. Итак, давайте. Иииии... Нам тут, блин, опять ничего не падает. Зато целых пять гемов выпало. Вау. Но не беда, у нас ведь есть еще второй вариант кода на китайском языке. Если мне реально что-то сейчас выпадет, я схожу сейчас в катку, обязательно нужно выиграть. В общем-то, ребят, смотрите, я вожу этот код, который ввел английский ютубер. Ребят, я напоминаю, пожалуйста, поставьте лайк, за то, что я, возможно, сейчас выбью нового персонажа. Ребят, обязательно поставьте лайк и напишите, что вы думаете по этому поводу вообще в комментариях. В следующем коде Exit Brawl Stars V13 New Brawler нам также нужно перевести игру на китайский язык и получить плюс по кубкам в ШД, то есть в шоудауне или в одиночном столкновении. Итак, вот я получил плюс шесть кубков и, по идее, мне должен из одного бокса выпасть новый персонаж. Давайте это проверим и открываем боксик и мне ничего не падает. Очень жалко, что китайские коды тоже не работают. Что ж, друзья, мы перешли, в общем-то, к теме видосика и сегодня давайте, вот я, в общем-то, начну читать нашу переписку с моим подписчиком. Значит, ребят, привет, Макс, поздравлю тебя с 10к с Абами и в связи с этим хочу тебе рассказать, как можно выбить любого эпического бравлера. Напишу тебе именно про Тару, она мне нравится. Надо зайти в любой клуб, вообще любой, написать в чате вот эту вот команду. И еще я забыл сказать, что после того, как ведешь код, надо будет эту Тару протестить, а потом забагать в магазине. А от вот этого кода гиф бравлер Тара даже немного пахнет правдивостью, так как автору на видео все же выпала Тара, когда он использовал этот код. Для того, чтобы он получился, мы должны зайти в бойцы и испытать Тару ровно 30 секунд. Я уже это сделал, поэтому мы заходим в магазин и нажимаем внизу экрана на все кнопки подряд, чтобы, как говорит автор, забагать магазин. Это мы также должны делать ровно 30 секунд. Итак, вот я закончил, так сказать, багать в магазин, и теперь мы откроем 5 боксов. У меня их 48, мы, значит, откроем до 43. Итак, давайте я жду легендарочку, а точнее Тару, да, мы же делали коды на Тару. Итак, давай-давай еще всего лишь-то 2 боксика. Иииииии... Блин, она нам не выпала. Ну давайте откроем еще один дополнительный боксик, дадим им шанс. Итак, давай, Тара, я тебя жду, выпади из этого бокса. Ну давай же, тап-тап-тап, иииии... Блин, она нам тоже не выпала. Очень жалко, что даже этот, типа, рабочий код тоже не сработал. Перед нами вылазит сверх-секретное поле ввода для кода. Давайте введем, например, на кактус. Пишем таким образом, и потом нужно указать, с какого по счету сундука нам он должен упасть. Пусть будет 94. Ну все, сейчас буду открывать. Если что-то выпадет крутое, кроме кактуса я сообщу. А вот этот код, AdSpike96, выглядит обманчиво, так как автор на видео вводит код не в чате клана, а где-то на синем фоне главного экрана. Такого быть не должно, так что давайте быстрее его проверять. Я написал такой код, AdSpike10, так как 10 это минимальное количество обычных сундуков, которых нам придется открыть. Итак, давайте сейчас быстренько домотаемся до 32-го сундука, это будет ровно 10 сундуков. Итак, давайте начинаем мы открывать, открываем, тут уже 40, 39, и нам нужен 32-й сундучок. Итак, 36 уже, давайте еще 3 сундучка, 35, 34, и ждем 32-й, 33-й. Итак, должен выпасть Spike, блин, не падает. Да, ну я так и думал, конечно, что нам он не выпадет, так как способ уже предвещал такой некий обман. Но мы можем открыть 11-й сундук, вдруг Spike выпадет через 10 сундучков. Такое, кстати, тоже возможно. Итак, давайте мой Spike, давай, и, блински, опять ничего нам не выпало. Значит, даже этот способ тоже не работает. Хотя я уже сомневался в нем еще с самого начала его показа. А теперь мы проверим коды одного из сайтов. Вот я ввел первый код URUTETV6ERRE, он нам дает 800 тысяч монеточек, и представьте, у меня 537, вау, где же мои 800 тысяч, а их попросту нету. Следующий код 498GVOFGP, вот такой вот код придумали нам эти вебсайтеры. Итак, давайте выходим, 19 гемов, а нам нужно 55 тысяч, этот код столько и дает. А следующий код на легендарного бравлера, вот этот 58G KVSRTE 7E, 7R. Итак, мы откроем сейчас 3 обычных сундучка, и нам по идее должен выпасть какая-нибудь легендарочка. Итак, там кстати есть еще код на Леона, но Леон у меня вот тут стоит в лобби, поэтому его я выбить не смогу, можете сами его проверить, вдруг сработает, кто знает. Итак, последний сундучок, мне тут нужна легендарочка, нужна Лего. Тап-тап-тап, и легендарку мы не выбиваем. Ну, в принципе я так и думал, потому что это все же сайты, и что вообще от них можно ожидать. И после всех этих тестов я с полной уверенностью могу сказать, что разработчики постарались и удалили абсолютно все коды из игры. Так что не верьте тем кодам, про которые нам рассказывают различные сайты, ютуберы и друзья, потому что их попросту нет. А на этом все, друзья, но не разбегайтесь, прямо сейчас вот в этом углу появится голосование, и мы выясним, насколько же мои подписчики хотят, чтобы в игру добавили какой-нибудь секретный кодик на хотя бы 5 гемасиков. А если это видео оказалось для вас полезным, то ставьте свой огромный палец вверх, мне будет очень приятно. Также не забывайте подписываться на мой канал. А с вами Бофлайз, всем удачи и до новых встреч, друзья!